Добрый день, слышно ли меня? Ого, что-нибудь напишите, пожалуйста, слышно или нет, хорошо или нет. Отлично, ну тогда давайте начнем. Сегодня мы поговорим о решении задач по стратегии звездной астрономии. Доброю, что опять же до конца не успеем, но придется продолжить завтра. Ну и начнем мы с задач некоторого количества теории, поскольку звездная астрономия и астрофизика связаны с наблюдениями звезд, поэтому мы говорим немножко о телескопах. Глобально телескопы можно разделить на три вида. Самый главный из них это рефлекторы и рефракторы. То есть рефлекторы это телескопы, в которых на самом деле есть отражающие зеркала. Рефракторы это линзовые телескопы, а слово рефракшн, преломление. Здесь вы видите две классических схемы. Телескоп Галилея и телескоп Кеплера. И главным недостатком их являлось то, что они были сильные хроматические аберрации, с чем приходилось бороться посредством использования разных сортов стопов. И к этому люди пришли не сразу. Но это именно были первые телескопы, которые очень долгое время в науке использовались. И даже до середины двадцатого века, наверное, тоже использование было весьма актуально. Значит, в наше время основным распространением получили телескопы-рефлекторы. Здесь показаны некоторые основные схемы. Это система Ньюдана телескоп, где у нас сферическое зеркало и диагональное зеркало. Это система Кассегрена, система Грегори. Значит, Кассегрена для больших телескопов имеет тревозеркальную систему, где у нас с вами одно из зеркал вводит. Значит, вводит. Сейчас попробуем проблему решить. Должно быть нормально. Сейчас. Должно нормально работать. Так. Вот так хорошо. Будем получше. Ага, хорошо. Давайте еще поближе можно подвинуть, чтобы слышнее было. Вот. Значит, зеркальные телескопы, да, значит, нижняя левая картинка, это большой телескоп Кассегрена в крупных системах, большого диаметра, где у нас с вами очень тяжелый инструмент. В общем-то говоря, фокус вводится в, в общем, в бок у нас с вами в ось закрепления телескопа, недалеко от на уровне центра тяжести трубы. И, соответственно, центр массы у нас с вами, фокус НЭСМИ это называется. Можно закреплять приборы на стационарных балконах на таких инструментах. На крупных телескопах они такие присутствуют. Система Грегори, которая получила меньше распространения. Система Ричи Кретьена основная, которая у нас сейчас используется. Значит, чуть попозже сейчас я о них подробнее расскажу. И система Ломоносов или внеосевой телескоп, где у нас такие телескопы используют для инфракрасных наблюдений. Там, где не нужно, чтобы отражались сами отражающие элементы, потому что они тоже излучают в этом диапазоне длинн волн. Почему получилось так, что изначально на телескопе были рефракторы, потом постепенно стали рефлекторами. Сейчас к этим телескопам добавляют систему корректирующих линз и получают очень хорошие инструменты. Дело в том, что технологии обработки стекла развивались достаточно интуитивным образом и экспериментальным. И только первые зеркальные телескопы появились тоже в 17 веке, но они делались из металлической бронзы. Тогда они не понимали, ну не умели наносить отражающий слой на поверхность телескопа, на оптический элемент. И получилось, что до тех пор, пока эту технологию не освоили, зеркальные телескопы не получили распространения, хотя они большего диаметра, собственно говоря, получаются, потому что больше нагрузки могут выдержать. Ну а с линзами оказалось, что больше метра сделать линзу очень-очень тяжело. Тем более, что вы закрепляете ее за край и она провисать будет и может лопнуть под собственным весом. Поэтому зеркальные телескопы сейчас получили основное распространение, хотя у любителей у нас с вами телескопы-рефракторы, в общем-то говоря, тоже распространены, потому что они небольшого диаметра. Основными характеристиками телескопа является диаметр. Он влияет на то, какова будет разрешающая способность, то есть две какие близкие точки мы с вами сумеем разрешить. Если мы посмотрим, то формула разрешения весьма стандартная, это 1,22 ламбра на д. Вообще говоря, это углу в радианах. Если мы его переводим в секунды, берем диаметр телескопа в миллиметрах, то в этом случае у нас получается стандартная формула из учебника, чуть более точная, чем в учебнике. В учебнике 140 секунд написано, но 138 секунд делить на 2 миллиметра. Поскольку, если нарисовать простейшую схему, мы с вами увидим, что в телескопе у нас существует подлучение через фокальную плоскость объектив и окуляр идет, в общем-то говоря, по диаметрически по подобным треугольникам, то в этом случае отношение фокусов объектива и окуляра у нас с вами равно отношению диаметра входного и выходного зрачка. И отсюда мы с вами переходим к пониманию того, что может быть такое увеличение, которое не соберет, то есть не все это излучение попадет в глаз. Такое может быть, потому что диаметр ночного зрачка нашего глаза составляет примерно 6 миллиметров. Отсюда можно, зная диаметр телескопа, высчитать какое, в общем-то говоря, минимальное увеличение возможно. Потому что что такое увеличение? Мы с вами просто сжимаем наш входной пучок до нужного в количестве раз увеличения, до какого-то размера. Увеличение влияет на угловые расстояния. То есть если у нас с вами в объективе это была одна угловая секунда, то в окуляре это будет умножить на величину увеличения. То есть если у нас с вами объектив мы смотрим и будем, чтобы нам нужно было разрешить, чтобы глаз это разрешил, когда мы смотрим в окуляр, то нам необходимо, чтобы в окуляре суммарное увеличение, суммарный угол уже результирующий получился больше, чем предел разрешения человеческого глазок окружаем на одной угловой минуте. Вот отсюда у нас с вами два критерия. То есть собственно телескоп должен разрешить, да, и окуляр нам должен сумметь показать это угловое разрешение. Вот. У телескопа есть еще другие параметры, такие как относительно отверстие светосила. Относительно отверстие это отношение D диаметра фокуса объектива и выраженные в виде дроби. То есть у нас в стране это там говорят 1 к 5, 1 к 3, то есть отношение D на F это будет 1 к 3, 1 к 5, 1 к 6, 1 к 10, и вот у лимитических телескопов такое бывает. Вот. И светосила телескопа, связанная с освещенностью, создаваемой яркостью, которая у нас получается у объекта, то она пропорциональна квадрату относительно отверстия, именно F в квадрате. Ну, если мы с вами будем вводить из формулы эпохса, то мы увидим, что предельная звездная величина, если сравнивать с человеческим глазом, зная, что предел для глаза это 6-я звездная величина, 6,5, то мы с вами увидим, что предельная звездная величина для телескопа есть 3,1 плюс 5 логарифмов диаметра телескопа в миллиметр. Здесь уже учтено, что зрачок человеческий 6 миллиметров. Соответственно, если мы будем брать у нас с каким-то увеличением телескоп, то эту формулу можно преобразовать, добавить туда умножитель, у нас с вами появится нижняя формула, что предельная звездная величина телескопа есть предельная величина глаза, минус 2 плюс 2,5 логарифма по большому произведению диаметра в миллиметрах, увеличение телескопа и коэффициент пропускания, который всегда меньше единицы, чем больше оптических поверхностей, тем, соответственно, меньше коэффициент пропускания. Поэтому все стремятся использовать те телескопы, которые дают меньше потерь. Если мы говорим об окулярах, то сам телескоп состоит из двух оптических элементов, оптических систем. Это объектив, который самостоятельно может построить изображение, ну и окуляр, который из виртуальной фокальной плоскости перестраивает нам в глаз при помощи собственного фокусного расстояния и собственных свойств. Здесь вы видите стандартные окуляры. У них есть одно важное свойство, это угол, который они видят, под которым они видят. То есть это угол, под которым мы видим фокальную плоскость телескопа, фокальную плоскость объектива из окуляра. Ну и вот стандартные окуляры Новосибирского приборостроительного завода. Это, в общем-то, они все такие во многих странах. Это стандартная, в общем-то, такая таблица. Мы с вами видим, что такой угол, под которым видит окуляр фокальный фокус, называется полем зрения. Стандартное такое поле зрения – это 45 градусов. Вот если только окуляр совсем длиннофокусный, тогда оно будет поменьше. Ну и бывают дорогие окуляры широкоугольные, где очень много оптических элементов. Там этот угол может быть и 60, и 80 градусов. Значит, окуляры нужны для того, чтобы подбирать разные увеличения. В общем, главная их задача, собственно, состоит в том, чтобы мы с вами обеспечили и, как наблюдение, в общем, диска Луны и Солнца, так и наблюдение с большими увеличениями разных объектов. Плюс ко всему нам необходимо, чтобы многие окуляры давали, там, разнозрачковые какие-то окуляры увеличения. Для этого нам тоже нужно подбирать фокусное расстояние окуляра под конкретный наш с вами объектив или телескоп. Вот это первая задача. Угловое расстояние между компонентами двойной звезды составляет у нас с вами 2 секунды. Телескоп с каким диаметром объектива и увеличением можно использовать, чтобы увидеть компоненты по отдельности. В общем, здесь нужно сначала посчитать, какое же получается у нас угловое разрешение. И в этом случае мы увидим, что для этого телескопа видимая длина волны излучения 550 нм длина волны максимума. Мы получим, что формула у нас будет 138 секунд делить на d в миллиметрах. Следовательно, если мы с вами видим угол 2 секунды, то диаметр телескопа будет 69 миллиметров, ну, примерно 7 сантиметров. Соответственно, нам необходимо с вами проверить, какое должно быть увеличение, чтобы эти 2 секунды превратились, например, в 2 минуты. То, что глаз нас с вами точно разрешит. Увеличение есть, собственно, отношение угловых размеров и в объективе, на небе в реальности и того, что мы увидим с вами в окуляре. То есть, в нашем случае это увеличение должно быть равно 60 кратам. Потому что 2 минуты делить на 2 секунды это дает 60 крат. Еще одна задача на угловое разрешение. Угловое разрешение человеческого глаза на время составляет около 2 минут. Какими оно будет при использовании телескопа с диаметром объектива 8 сантиметров и увеличением 200 крат? Опять же, здесь мы с вами подставляем, видим одну волну излучения, находим формулу для углового разрешения. И подставляя в нее диаметр телескопа 80 миллиметров, мы получим с вами угол 1,8 секунды. Значит, диаметр зрачка у нас с вами по условию задачи 2 минуты. Это, кстати, не ошибка, потому что у разных людей разный. Диаметр бывает. Где-то 1 минуту берут, где-то 2. Это все будет считаться правильным. А главное написать, что вы считаете, что угловое разрешение глаза ночное, но такое-то увеличение. В нашем случае увеличение в 200 крат позволило бы наблюдать на небе 0,6 секунды. Ну, а наш телескоп дает в 3 раза хуже, худшее угловое разрешение. Соответственно, мы с вами не увидим, то есть ведущим фактором будет именно угловое разрешение телескопа. Это значит, что с увеличением 200 крат мы с вами видим, что звезды, в общем-то говоря, уже не точки, они из себя представляют некие такие амебы заметного углового размера, заметного размера в окуляре, что, собственно, наблюдается на любых крупных телескопах, если у нас длинный фокус, получается и большое увеличение фокуса объектива. Ну, вот еще одна задача, она уже с некоторыми другими величинами. Перед нами фотография двойной звезды, удаленной от нас на 118 парсек. Определите минимальное расстояние между звездами в паре в астрономических единицах. Ну, видимо, здесь имеется в виду две вот эти яркие звезды. Вот внизу показана линейка масштаба в пять угловых минут. Ну, и вообще говоря, нужно определить, сколько у нас с вами парсек содержится в одной угловой минуте на изображении. Связь расстояния параллакса нам известна, в общем-то, из формулы, что расстояние в парсеках это есть единица на углу параллакса в секундах. Соответственно, углу параллакса есть единица на расстояние в парсеках. Мы с вами получаем, что для нашей звезды это будет 8,5 миллисекунд дуги. Столько занимает одна астрономическая единица. Вот еще одно свойство расстояния в парсеках. Если мы с вами берем параллакс, то, собственно говоря, мы видим на том расстоянии, что одна астрономическая единица будет занимать именно этот угол. Следовательно, если мы поделим, мы с вами обнаружим, что в одной минуте будет 7060 астрономических единиц или 0,0034 парсека. Дальше, определяя линейкой расстояние между звездами в угловых единицах, оно окажется примерно 0,58 минуты, ну почти до 0,06. Следовательно, расстояние между звездами будет около 4000 астрономических единиц в сотых парсеках. Телескоп имеет объектив с диаметром 40 см и фокусным расстоянием 4 м. Какой нужен окуляр для достижения увеличения в 50 крат? Здесь нужно воспользоваться формулой увеличения, что это есть отношение фокуса объектива к фокусу окуляра. У нас с вами задано увеличение. Соответственно, можно выразить отсюда фокус окуляра, что будет нам на фокус объектив уделить на увеличение. И мы увидим с вами, что у нас с вами получается 8 см. Вот столько должен иметь окуляр фокуса, чтобы нам дать увеличение в 50 крат. Ну и на фоне мы с вами видим телескоп Московской обсерватории университета на Красной Пресне. Телескоп рефрактор. Теперь уже музей фактически, потому что в центре столицы находится. Какой нужен телескоп, чтобы визуально наблюдать? Пробую сдвинуть, потому что у меня скрыта часть презентации и я не вижу. Сейчас, сейчас, сейчас. Чтобы визуально наблюдать звезды 16-й звездной величины. Разница в 5 звездных величин соответствует отношению яркости в 100 раз. Ну, здесь можно сделать одну важную вещь. Здесь я решал эту задачу почти что устным способом. Нужно вспомнить, что в звездных величинах формули Поксона у нас с вами разница в 100 раз определяется именно как разница между 6-й и 1-й звездной величиной. Значит, у нас с вами 100 есть некая х в пятой степени. То есть, соответственно, х будет равно 10 степени 2 пятых. Или, если мы это посчитаем, это будет 2,512, ну и потом еще 2 нуля после этих тысячных знаков. Вот. И, грубо говоря, в 2,5 раза отличаются звезды одной звездной величины, отличающиеся на двух звездных величин. Вот. Соответственно, если мы берем 2 звездных величины, мы получим с вами разницу в 6,25 раза. Если 3, то, соответственно, примерно в 15 раз. Если 4, то в 40, то есть 100 делить на 2,5. Ну, а 5 звездных величин дает ровно 100 раз. Соответственно, раз у нас 16-я звездная величина, а визуально мы наблюдаем с вами предельную 6-ю звездную величину для глаза, то разница между ними яркости в 10 звездных величин. Каждые 5 звездных величин дает свои 100 раз яркости, собственно, по условию задачи. Что составляет? Ответ будет 10 тысяч раз. Вот, собственно, такой. Во столько раз телескоп должен собирать света больше, чем глаз. Ну, соответственно, его размер должен быть в корень. Так как собирающая поверхность – это площадь телескопа, то диаметр у нас отличается в корень раз. Мы увидим, что это будет тоже те же самые 100 раз. И мы с вами обнаружим, что телескоп должен быть 600 мм в диаметре или 60 см. Ну, конкретно эта задача, точнее, нам про телескопы, немецкие телескопы фирмы Carl Zeiss, 60 см. И когда-то эти телескопы планировались как учебные для школьных обсерваторий, но так получилось, что большее они распространение получили в обсерваториях научных. Но, тем не менее, инструмент очень хороший, и вот в него можно глазом наблюдать звезды 16 звездной величины. В комплект поставки любительских телескопов обычно входит несколько окуляров с фокусными расстояниями, различающимися в 10-20 раз. Зачем это делается? Ну, давайте попробуем определить, собственно, от чего у нас зависит увеличение. Мы видим, что соотношение фокуса объектива и фокуса окуляра. Собственно, разные увеличения нам необходимы для того, чтобы наблюдать разный объект. Они бывают маленького углового размера, бывают побольше. Вот, например, Луна и далекие планеты очень сильно отличаются. И нам необходимы разные увеличения для того, чтобы можно было наблюдать разные объекты на одном и том же инструменте. Ну, как мы с вами знаем, что телескопы бывают, в общем-то говоря, разные. Есть оптические, есть радиотелескопы. И вот вопрос про радиотелескоп. На какой линии волны радиотелескоп Ротан 600, кольцо отражателя диаметром 600 метров, может достичь углового разрешения в 5 угловых секунд. Возьмем формулу углового разрешения телескопа 1,22 λ на d, переведем в секунды, выразим оттуда длину волны, подставим нужные величины и обнаружим, что у нас с вами нужна длина волны, составляя порядка 1,2 см. Ну, для радиотелескоп работает еще одна замечательная вещь. Эти инструменты можно у нас с вами использовать как интерферометры, то есть ставить две антенны на противоположных частях Земли, и замерять время разницы прихода сигнала на один конец Земли и на другой, то есть получать более высокое угловое разрешение. Ну и кроме телескопов, важным, в общем-то говоря, объектом у нас с вами является приемник излучения. Самый первый приемник излучения – это глаз. Он в себе содержит два зрения – ночное и дневное. Ночное зрение у нас с вами черно-белое, дневное у нас с вами цветное. Глаз обеспечивает чувствительность большому диапазону яркости, но при этом он дает нелинейное, у нас с вами является линейным прибором. То есть то, что мы видим как отличающиеся в два раза, точнее и в реальность отличающиеся в два раза, для нас с вами отличается по яркости по-другому. В глазе у нас с вами есть неравномерность чувствительности, например, слепое пятно. Он не умеет накапливать цвет, ну или очень мало это делает. И обладает не очень высокой чувствительностью – порядка семи, ну десяти процентов в лучшем случае. Это, кстати, значит, что все, что нас с вами окружает, примерно в десять раз ярче, чем оно есть в реальности, то, что мы видим. Следующим элементом, который был изобретен у нас учеными, это было фотоэмульсия, фотопластинка, где у нас с вами за счет свойств вещества, если мы его освещаем, оно чернелое, ну и разными другими химическими способами мы сами это изображение могли закреплять и потом измерять. Тут был ряд особенностей. Фотоэмульсии обладают большей чувствительностью по более синему части спектра, чем глаз, особый спектральный диапазон имеет. Во-вторых, как вы видите, у них зерна разного размера и, главное, их конечное количество. То есть, если слишком много света собирать такой пластинкой, то будет очень-очень плохо, потому что мы с вами все наши кристаллики превратятся в черные и перестанут чувствовать свет, хотя он может еще падать. Ровно то же самое имеет отношение к слабым звездам. Там обратная ситуация, что если от звезды упал один фотон, могло упасть два, то в этом случае мы с вами эти звезды будут для нас примерно одинаковыми. То есть, будет область для слабых звезд, которые все будут казаться одинаковыми. Но чувствительность пластины была примерно такая же, как у последних, такая же, как у глаза. Но все эти недостатки с успехом нивелировались тем, что могли ее экспонировать часами. И вот это послужило тем прорывом, почему фотография прижилась, в общем-то говоря, в астрономии. В начале, в середине 20-го века у нас с вами появились фотоэлектрические приборы, например, фотоумножитель. Здесь у нас на принципе фотоэффекта падающий фотон выбивает электрон, и дальше этот электрон не дают ему присоединиться обратно электромагнитным полем, и ударяют уже в другие заряженные стенки, тем самым провоцируя лавину электронов. Эти лавины считаются. Такой прибор, в общем-то говоря, может при наблюдении нам с вами показать, вообще даже позволить посчитать число фотонов, упавшие от звезды. То есть он работает в режиме счетчика фотонов практически. Но слишком большие потоки он тоже наблюдать не может, потому что наш прибор, в общем-то, должен разделять эти лавины друг от друга. И, к сожалению, для этого требуются времена порядка наносекунды. Но у него было важное свойство, он обладал высокой чувствительностью, линейностью, хотя чувствовал примерно 25% падающего света. Ну и, к сожалению, из-за фотоэффекта обладал особыми диапазонами чувствительности. Современные приборы, которые мы с вами используем, это ПЗС-камеры, современные фотокамеры. Они имеют квантовый выход или, в общем-то, квантовый выход, это процент зарегистрированных фотонов относительно упавших, может доходить до 99% современных камер. Вот здесь вы видите камеру не самую современную, поэтому здесь от 50% до 90%. Она обладает широким диапазоном спектральным, в общем, является линейным источником, линейным приемником изображения, но имеет небольшой или средний динамический диапазон, то есть накопление вот этой яркости или накопление сигнала. Но в результате мы с вами можем копить его тоже очень долго, соответственно, такие приборы сейчас используются, как правило, для развездных фотометров. Давайте попробуем себе посчитать, какую минимальную мощность излучения фиксирует человеческий глаз. Для этого из справочных данных давайте найдем, возьмем солнечный постоянный, сколько солнечной энергии приходится на квадратный метр. Затем возьмем наш с вами зрачок 6 мм предельной звездной личины 6. Ну и, зная, что видимая звездная личина Солнца минус 26,7, подставляя формулу Поксона, учитывая, что разница площади зрачка и глаза у нас колоссальна, мы получаем, что мы бы увидели 4 на 10 минус 15 степени ватт. Вот столько минимальной чувствительности должна быть нашего с вами глаза. Что же такое видимая вообще звездная величина? Звездная величина – это мера яркости небесного тела, точнее освещенности, создаваемой этим телом. С точки зрения, в общем, наблюдателя, наблюдателя земного, в общем, какого, который наблюдает. Обычно эту величину используют скорректированное до значения, которое она бы имела при отсутствии атмосферы. То есть, чем ярче объект, тем меньше его звездная величина, то есть абсолютное значение. Что можно сказать о освещенности? В общем-то говоря, она, если мы с вами возьмем простой закон катометрии, увидим, что у нас с вами освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. То есть, вся светимость звезды, если мы ее окружаем сферой площадью 4πr, квадратное расстояние r, она же проходит через всю эту площадь. Соответственно, можем найти закон распространения света, что он обратно станет квадрату расстояния для точечного источника, расходящегося. Мы увидим, что увеличение расстояния в 2 раза приводит к тому, что яркость падает в 4, соответственно, в 3 раза в 9 раз. Собственно, классический такой вывод этой вещи показан здесь на рисунке. Ну, отсюда ряд вопросов для наблюдателя. Как можно наблюдать поверхность Солнца в телескоп, не подвергая глаз опасности? Конечно, если мы с вами наблюдаем телескоп и собираем от него свет, окна, это будет очень много света, который в состоянии не только повредить глаз, пожар устроить и многие-многие другие вещи. Как вообще говоря, в мире борются с этим, наблюдают Солнце все-таки. Первое, используют так называемые объективные фильтры, плотные, чаще, как правило, из очень тонкой фольги. И даже сквозь эту фольгу Солнце просвечивает. И мы с вами можем, в общем-то говоря, наблюдать Солнце при помощи подобного фильтра. Поэтому всегда нужно проверять, закрепленный или нет, чтобы он не спал, чтобы вы не получили травму глаза, потому что есть такая шутка, что астрономы с вами на Солнце вооруженным глазом без защиты, посмотреть два раза. Сначала левым глазом, потом правым. Зрение надо беречь, поэтому ослабляет вот таким образом. Второй способ ослабления – это спроецировать изображение Солнца на белый экран, установленный за окуляром. При этом наводиться на Солнце нужно, не глядя на Солнце в телескоп. Это тоже очень важно, чтобы не заработать травму глаза, в общем-то говоря, принято из-за окуляра. Ну и мы с вами здесь в решении предыдущих задач использовали формулу Поксона. В общем-то вот она здесь у нас с вами нарисована. Обратите внимание, что вот здесь вот в первой части формулы у нас с вами индекс обратный. То есть если мы e1 делим на e2, то в степени будет n2 минус m1. Соответственно, если мы пролгарифмируем, обнаружим, что разница звездных величин есть минус 2,5 логарифма отношения освещенности. Ну и вот сходная задача только в нескольких величинах. Определите величину Солнечной постоянной на расстоянии Венеры и Марса. Опять же, я очень люблю способ относительного решения задач. Возьмем с вами Солнечную постоянную для Земли. Выразим ее. Откуда, собственно, она берется, что светимость Солнца на 4π Земли в квадрате. Это 1360 Вт. И мы с вами будем сравнивать, делить такую Солнечную постоянную земную на венерианскую и наоборот. Мы с вами видим, что это зависит только от квадрата отношения расстояния. Но поскольку мы сравнивали с Землей, где расстояние равно 1 астрономической единице, то легко можно посчитать, чему будут равны значения Солнечной постоянной и для Венеры, и для Марса. Для Венеры это оказалось 2775 Вт на квадратный метр, а для Марса, соответственно, 589 Вт. Аж серьезно меньше, чем на Земле. Именно это, кстати, приводит к тому, что на далеких космических аппаратах мы с вами, в общем, не можем наблюдать, точнее, не можем устанавливать Солнечные батареи, потому что они будут вырабатывать недостаточное количество энергии. Там выгодны только ядерные источники. Ну и коли мы говорим о звездах, важно сказать, что звезды это у нас с вами, мы их тоже как-то должны мерить, и универсальной единицей для измерения звезд является наше с вами Солнце. То есть массу звезд мы меряем в массах Солнца, радиус звезд в радиусах Солнца, светимость в светимостях Солнца, температурах в кельдерных меря. Ну и чему равны эти величины? Одна масса Солнца это 2 на 10 в 30 степени килограмм, радиус Солнца это примерно 7 на 10 в 8 степени метров или 700 тысяч километров. Ну а светимость 3,8 на 10 в 26 степени ватт. При этом при всем Солнце не является самой яркой звездой. Ну и вот если мы все объекты распределим в масштабе, вот мы видим, что самый маленький у нас с вами это Меркурий из крупных планет, потом Земля, затем следующая картинка под номером 2 Земля маленькая уже идут крупные планеты, самая большая из них Юпитер. Затем Юпитер вместе показан с Эльдебараном, потом Игелем. Запутался я в картинках немножко. Мы здесь увидим с вами, что у нас будут разные звезды, объекты будут расти в размере, это все, кстати, определяется их массой. То в этом случае мы увидим с вами, что звезды начнут расти в размере, и самые большие звезды это, в общем-то, красные сферогиганты, холодные, очень огромного размера. Ну и по сравнению с ними, в общем-то говоря, все объекты, в общем-то, нашей Солнечной системы микроскопически, включая наше с вами Солнце, тысячные доли его размера составляет. Вот, ну и какие же бывают звезды? Значит, если мы с вами посмотрим на современную, в общем-то, состав, современную науку, то мы увидим, что звезды бывают сверхгигантами, размеры которых от 100 до 10 000 радиусов Солнца. Гигантами от 10 до 100 радиусов Солнца. Карликами от 1 десятой до 10-ти радиусов Солнца. Белыми карликами, размер которых составляет радиус нашей планеты. И нейтронные звезды, размер которых составляет 10 километров, десятых километров. Здесь мы с вами видим диаграмму Гешпангарасова. Про нее можно сказать, что ее получали в начале 20-го века, и в начале, когда получали, очень обрадовались, потому что получили только для центральных звезд, которые хорошо известны расстояния в верхней части. Намеренно было и стало понятно, что наверное, не для всех звезд это выполняется, потому что иначе эту диаграмму пытались приспособить, чтобы объяснить источник энергии звезд через неправильную вещь, как мы сейчас знаем. Вот. Мы с вами видим здесь на диаграмме на синей линии одинакового радиуса. Силы просто математики такие не существуют. И на них у нас с вами, в общем-то, видно, как меняются размеры звезд. Красные звезды всегда чуть поменьше, чем хотелось бы на синей, просто чуть побольше. Каждая звезда есть собственный спектр. Здесь мы видим набор таких спектров для разных спектральных классов. Мы видим, что где-то линии появляются, где-то исчезают. Это связано все с тем, каковы условия формируются в атмосферах звезд. Здесь показаны все спектральные классы от У6, обычные такие, до М5, до самых холодных звезд, У6 – это самые горячие. Ну и показаны те аспекты, где присутствуют линии излучения. Такие звезды тоже бывают. Если от них интенсивный звездный ветер, который несет энергию, то, в общем-то... Да, значит, мы сможем с вами увидеть, что линии здесь будут разной интенсивности. Значит, это связано с тем, что разная температура фотосфер. Звезды спектрального класса О – это очень горячие звезды. Звезды класса М очень холодные и, соответственно, мало светят. Для самых горячих звезд у нас в спектрах отсутствует такая высокая температура, что там, в общем-то, ионизуются почти все атомы ионизованы. Кроме молекул атомов гелия, где гораздо сложнее ионизации, вот там в линии гелия мы с вами видим. Если температура звезды очень высокой, то таких атомов будет мало. Как только мы температуру будем снижать, мы с вами будем видеть, что этих атомов будет становиться все больше и больше, но электрон будет как бы на самой высокой орбитали. И вот в таких случаях, где он будет переходить с высокого уровня на низкие, и мы с вами будем видеть самые интенсивные линии как у спектрального класса. А, ну здесь конкретно про водород. Вот, значит, дальше у нас наступит момент, когда при снижении температуры у нас энергии же будет недостаточной для того, чтобы загонять электроны на высокий уровень. Вот, и постепенно мы с вами придем к тому, что электроны будут присоединяться к другим элементам, и мы получим линии других химических элементов, которые, например, в нашем Солнце, который у вас спектральный класс G2, тоже очень и очень много. Больше всего таких линий, там уже появятся линии молекул, будут в атмосферах красных карликов, там, где у нас с вами возможно даже молекулярные соединения, приороксид титана. Вот, ну если мы возьмем эту табличку, в общем-то, превратим в текст, да, то мы увидим с вами, что вот показаны здесь спектральные классы, температуры, характерные особенности спектра, а также, ну, типичные звезды на небе, которые относятся к этому классу. Вот, это все, конечно, правильно, но для, здесь мы видим, что спектральных классов стало больше. Уже в наше время добавили два нижних спектральных класса L и T, это для звезд коричневых карликов, и звезды, в общем, классы W, это звезды Вольфа-Райе. По сути, голые ядра звездные, из которых очень интенсивный звездный ветер. Значит, да, если мы посмотрим диаграмму Гейшпан-Красова, мы видим, что большая часть звезд формирует так называемую главную последовательность. Для всех звезд на диаграмме выполняется то, что светимость из площади умножить на постоянную Стефану Бойсману температуру в четвертой степени. Иными словами, что светимость пропорциональна температуре в четвертой степени. Вот. И у нас с вами появляется, если правильно и корректно все выводить, зависимость масса светимости. То есть, светимость звезды пропорциональна ей массе в некоторой степени альфа. Где для маломассивных звезд альфа это 2,5. Для средних звезд случайно 6 с альфа равна 4. И для массивных звезд это равно 3,5 для самых сверхмассивных звезд. Мы с вами видим, что температура у них составляет 1. Показатель при массе у нас будет составлять единицу. Просто пропорционально светимости. Для самых-самых массивных звезд. Ну и существует зависимость светимости от радиуса. То есть, что она равна радиусу в степени 5,2. Вот. Ну, ту классификацию, которую мы с вами рассмотрели, это гарвардская классификация, она не единственная. У нас с вами еще широко распространена классификация геркская. И вообще говоря, иногда даже говорят, что солнце относится к спектральному классу G2,5. Это не значит, что это G2,5. Это значит, что по гарвардской классификации класс спектральный G2, а по классификации геркской относится к пятому классу светимости. Вот если мы посмотрим на диаграмму, она сделана по результату спутника Епархоз. Мы увидим с вами, что можно выделить много подклассов таких вот классов светимости. Это 1А или 0 гипергиганты, 1 сверхгиганты, 2 яркие гиганты, 3 гиганты, 4 субгиганты, и звезды карлики, собственно, 5А и 5Б, это звезды главной последовательности. Ну, есть субкарлики под карликами, внизу под главной последовательностью иногда прослеживаются. И отдельная последовательность белых карликов, у них отдельный класс светимости, потому что они очень маленькие, с больших расстояний не видно. Что нам эта картинка говорит? Значит, мы с вами живем очень мало по сравнению со всеми звездами. Когда мы их изучаем, мы видим мгновенные снимы, по сути, всех звезд, которые есть в галактике. Раз так, то мы с вами будем видеть больше всего звезд в тех местах, где они находятся на основной стадии своей эволюции. И поскольку водород у нас везде горит больше всего, то главная последовательность это у нас с вами последовательность горения водорода. Вот. Ну и звезды связаны с тем, что в разных звездах эти реакции протекают по-разному. В массивных звездах быстрее, в маломассивных медленнее все это приводит к взаимопвоздействию на их положение на диаграмме. Вот. Воспользуемся законом смещения Вина и попробуем решить такую задачу. Какую температуру имеет звезда, если максимум излучения приходится на длину волны 4000 ангстремм? Нужно вспомнить, что 1 ангстрем это 10 минус десятой степени метра. Да, значит, соответственно, мы увидим, что для Солнца длина волны максимум излучения 550 нанометров или 5500 ангстремм. Температура у фотосферы 5800 кельвинов. Закон смещения Вина у нас для длины волны в метрах это 0029 на Т. Ну и здесь я тоже использую отношения, то есть сравниваю длины волны максимум Солнца и звезды и обнаруживаю, что это зависит только от отношения температур. Но если все аккуратно подставить, мы с вами видим, что температура фотосферы нашей с вами звезды, для которой максимум 4000 ангстремм составляет 8000 кельвинов. То есть, в общем-то, звезда достаточно горячая. Ну и спектральный класс, если будем подходить, будет подходить к спектральному классу А. Еще одна задача на то, что происходит в Солнце или в звездах, сколько килограммов водородов Солнце сжигает за земные сутки. Ну и здесь нужно воспользоваться знанием о том, что такое светимость Солнца, чему она равна, умножить на количество секунд, которые мы с вами накапливаем эту энергию. А после вспомнить, что у нас в массу переходит в энергию примерно 1% из этого дефекта массы. И, соответственно, воспользовавшись формулой Эйнштейна, можно получить, что у нас с вами количество сгоревшего водорода будет 5,3 на 10 в 16 степени килограмма. Соответственно, подобные задачи можно про звезду сочинять, используя диаграмму и сравнивая с элементами небесной механики, где закон тяготения, вот как здесь, ускорение свободного падения на поверхности коричневого карлика в 10 раз больше, чем на Земле, а по массе он в 20 раз больше, чем Юпитер. Найдите его среднюю плотность. Значит, мы с вами берем, выводим соотношение, чему равно ускорение свободного падения, поражаем радиус звезды через ее массу и плотность, вставляем туда размер Юпитера в массах Земли, да, массу Юпитера в массах Земли, и мы с вами увидим, чему будет равно отношение этих ускорений свободного падения, просто делим и обнаруживаем, что все константы сократятся. Откуда отношение плотности красного карлика к земной будет, отношение ускорения степени 3,2, и отношение массы Юпитера в констант 30 масс коричневого карлика. Почему 330? Потому что там в массах Юпитера была масса Земли составляет 330 масс. Одна масса Юпитера составляет 330 масс Земли. Ну и диаграммой можно пользоваться для того, чтобы решать задачи. Вот одна из таких задач. Звезда главной последовательности имеет температуру поверхности порядка десяти тысяч кервинов. Каковы ее светимость и спектральный класс? Значит, нужно взять диаграмму, посмотреть в какой величине соответствует 40 светимости Солнца. Здесь шкала степенная. И дальше, проведя горизонтальный горизонтальный отрезок, мы найдем, где она пересекается с видимой с тем, что мы видим на диаграмме. Соответственно, возьмем 40. Здесь где-то величины найдем какому значению соответствуют. Мы видим, что это спектральный класс А. Если грубо рассматривать. Теперь про абсолютную звездную величину. А абсолютную звездную величину здесь дано определение. Называется видимая звездная величина с расстояния 10 парсек. А абсолютная звездная величина Солнца равна плюс 4,7. Ну и чему равна абсолютная звездная величина звезды Вега, светимость которой как в прошлой задаче тоже наверняка была Вега. В 40 раз больше, чем светимость Солнца. Ну раз светимость звезды больше в 40 раз, следовательно, ее абсолютная яркость тоже в 40 раз отличается. То есть 10 парсек это тоже будет в 40 раз. Ну и если мы возьмем мнемоническое правило по преобразованию звездных величин, 40 раз это 4... 40 раз это, в общем-то говоря, соответствует 4 звездным величинам. То есть мы с вами брали, помните, 1 звездная величина 2,5 раза, 2 это 6,25, 3 это 16 звездных величин. Ну а 4, соответственно, 100 делить на 2,5 и 40 раз. Вот. Соответственно, на 4 звездные величины там где-то ярче. Но раз ярче, значит, его абсолютно звездная величина меньше будет в единицах написания. Соответственно, мы увидим с вами, что абсолютная звездная величина будет на 4 величины ярче. То есть наш наш объект будет 0,7 звездной величины. Следующая задача. Вы видите отношение радиус температуры для сверхгигантов с одинаковой светимостью в 100 тысяч светимостей Солнца. Мы воспользуемся диаграммой Георгия Шмандерасова. Значит, что посмотрев на сверхгиганты, на этой диаграмме, на предыдущей мы с вами увидим, что эти... Сейчас потерял немножко нить. Значит, мы можем просто сравнить две звезды с Солнцем, ну, поделить по закону Стефана Больсман одно выражение на другое. Мы с вами видим, что отношение светимости в 100 тысяч раз даст нам с вами достаточно хорошую формулу для описания через температуру радиуса звезды, например, в радиусах Солнца, или просто в радиусах метров-километрах, если нам будет нечем сравнивать. Ну, как мы видим, такой метод сравнения, он очень хорош, потому что дает возможность сократить все одинаковые величины, и у нас войдут только изменяемые величины, которые, в общем-то, легко посчитать или оценить. По виду диаграммы Вешам-Грасова, с учетом зависимости массы светимость для звезд в главной последовательности, установить для этих звезд соотношение масс-радиус. Ну, здесь мы должны воспользоваться, собственно, двумя известными величинами, что светимость пропорциональной массе в степени 3,2,4, ну, а также светимость пропорциональной радиус в степени 5,2. Откуда мы получим, что радиус у нас в самой пропорциональной массе в степени 0,75, то есть почти в первую степень. То есть это значит, что на сколько раз увеличилось? У нас с вами масса звезды дала, столько раз у нас с вами увеличится радиус, ну и наоборот. То есть это в зависимости на, для главной последовательности это очень важно. Можно применять в разных, в общем-то говоря, задачах. Вот. Ну вот, звезда видна невооруженным глазом с расстояния в 3,000 световых лет. Что это может быть за звезда? Ну, видимо, имеется в виду какую-то общую ее характеристику. То есть гигант, сверхгигант. Что это? Ну, возьмем, опять же, сравним с Солнцем. Для простоты, в общем-то, давайте подставим Солнце на расстоянии 10 парсек, то есть его абсолютную звездную величину. Расстояние до звезды мы переведем в парсеки. То есть 300-3,000 световых лет делить на 3,26, хоть 920 парсек. Соответственно, абсолютная звездная величина, поскольку мы с Солнцем сравниваем на том расстоянии, она с вами одна и то же. То есть, расстояние одно и то же, значит, и поскольку она расположена в 90... Ой, расстояние, я тоже веру. Значит, 920 парсек, значит, поскольку, поскольку, глазом она видна, невооруженность, она шестой звездной величины, соответственно, абсолютная звездная звездная звезды, которая в 92 раза дальше, будет ярче, квадрат раз с расстоянием, 8464 раза. Дальше воспользуемся формулой эпоксона, увидим у нас с вами, что абсолютная звездная величина, которую нам нужно найти, ее нужно выразить, мы ее выражаем, подставляем отношение яркости, которое у нас получилось, 8464. Вот. И найдем, собственно, абсолютную звездную величину это звезды. Это будет минус 5,1. В общем, эта звездная величина характерна сверхгигантам. Мы можем с вами ее посмотреть. Сейчас мы возьмем вот эту вот диаграмму. Вот здесь у нас показана нулевая звездная величина, да? А вот она минус 5. где-то тут. Где-то тут. Вот. Соответственно. Так, мы эту задачу, по-моему, уже решали. Давайте промотаем обратно. Да, значит, да, да, вернемся на минутку сейчас. То есть, минус 5 величина это вот здесь вот, да, это сверхгиганты или яркие гиганты. Скорее, сверхгиганты класса 1b светимости. Значит, это, обратите внимание, что для этих объектов у нас с вами светимость почти не меняется, в общем-то, с возрастом звезды. То есть, собственно говоря, это универсальная характеристика, если таковала звезды, и абсолютная звездная величина получается. Можно сказать, что это сверхгиганты. Так, промотаем. Значит, обычные звезды мы с вами в процессе своей жизни превращаются вот в такие объекты, которые мы с вами называем планетарными туманностями. Они сбрасывают часть своей оболочки в пространство. Объекты эти очень маленькие. Их размеры от 1 до 4 световых лет уславливаются тем, что они должны светиться. То есть, если он будет меньше, он будет более плотным, и такого свечения не будет. Если, наоборот, менее плотный, то энергии не хватит, чтобы оно постоянно излучало. Значит, массы, соответственно, планетарных туманностей от 1,1 до 3,1 солнечные. Концентрация частиц для нас с вами это глубокий вакуум 1000 на кубический сантиметр. Вот. Ну и время жизни этого разлета до состояния, пока оно еще может светиться, составляет около десяти тысяч лет. Ну и скорость расширения от десяти до пятидесяти километров в секунду. То есть, она достаточно маленькая. Это не совсем взрыв, это такой выдох. Звезда в процессе последней своей стадии выбрасывает пространство волнение веществом. Ну вот, какие бывают планетарные туманности, можно посмотреть на этом коллаже. Это все реальные фотографии, полученные из телескопа Хаббла, их подробно изучали. Бывают симметричные, бывают несимметричные планетарные туманности. Если мы посмотрим на их спектр, то мы с вами увидим, что они светят только в отдельных линиях. То есть, газ там находится в очень разреженном состоянии и светит только строго определенный длинный фон. Ну вот это уже калаш, когда их под одну гребенку все причесали. На самом деле это все в одном масштабе, но расположено, естественно, кольцом. Так, здесь я показал эту фотографию, да. И фотографии можно будет пользоваться, в общем-то, смело берите, спокойно используйте. Это очень помогает в уроках. Хорошие фотографии. Их приятно даже посмотреть. Значит, звезды в экзотическом состоянии, такие называются, белые карлики, например. Открыты они были, в общем-то, в начале 19 века. У них оказалась очень малая светимость. Вот здесь вы видите справа фотографию Сириуса. И видно белый карлик, такая маленькая точечка. На одном из лучей. Значит, масса... Масса белых карликов у нас с вами, в общем-то, говоря, достигает до 1,44 массы Солнца. Это называется пределом Чендерсикары, связано с условиями существования белых карликов. Они существуют за счет силы отталкивания элементарных зарядов. Соответственно, эту силу можно преодолеть, то есть, если набрасывать массу. Ну и для таких объектов у них будет фантастическая плотность, в общем-то говоря, порядка 100 тонн на кубический сантиметр. Ну и радиус, соответственно, примерно радиусу зимы. Здесь вы видите на фотографии, в общем-то говоря, путь собственного движения Сириуса, в котором был открыт белый карлик вокруг Сириуса. Ну и белые карлики в шаровых скоплениях. Почему это важно? Потому что в шаровых скоплениях белые карлики старые, они уже успели потерять запас тепла и, соответственно, остыть. Пытались изучить, что они себе представляют в этом состоянии. После того, как он с вами превышается предел массы белого карлика, он начинает сжиматься дальше и постепенно превращается в нейтронную звезду. Постепенно, достаточно быстро, десятки секунд. Вот с нейтронными звездами все очень интересно. У них есть и нижние границы массы, и верхние. Нижние связаны с тем, что у нас с вами вещество может разлететься за счет силы оттока, и нужна гравитация сильная. А верхний предел волны от двух до трех масс Солнца оценивается, с тем вращается ли нейтронная звезда или нет. Ну и, собственно, сжатие противостоит слабое взаимодействие. И плотность нейтронных звезд составляет 10-14 грамм на кубический сантиметр. Это очень-очень много. Вот. С нейтронными звездами связано существование пульсаров. То есть, когда у нас образуется нейтронная звезда, это в процессе вспышки сверхновой коллапсирует ядро массивной звезды большой, то что у нас происходит? Поскольку коллапс быстрый, то у нас сохраняется энергия вращения, соответственно, нейтронные звезды будут очень быстро вращаться, свежеводившись. И магнитное поле. Значит, магнитное поле будет сохранять энергию, так как его объем существенно уменьшится, то возрастет его мощность. И в пульсарах бывают достаточно мощные поля, порядка 10-12 гаусс, ну и маленькие периоды обращения. Значит, поля настолько мощные, что они в состоянии оторвать электрон от, если он образуется на поверхности, разогнать его вдоль силовой линии и выбросить в пространство энергию вращения нейтронной звезды. То есть такие нейтронные звезды постепенно замедляют свое вращение. Так можно измерить даже возраст нейтронной звезды и понять, в чем она относилась, не относилась к молодым, в общем-то, недавно вспыхавшим. После того, как в момент вращения уносится, нейтронные звезды замедляются, есть механизм раскрутки нейтронных звезд. Связано с тем, когда такая нейтронная звезда пролетает сквозь газовую луку. Газовую луку образует вокруг нейтронной звезды аккоррессионный диск. И этот диск, превращаясь в плазму, как бы зацепляясь за магнитное поле, начинает звезду раскручивать. И вот его раскрутка может превосходить, в общем-то, очень большие величины. Например, есть такие миллисекундные пульсары. Они, в общем-то говоря, сотни оборотов в секунду делают. Это даже трудно себе представить, на какие там условия. Ну и здесь мы видим на фотографии, справа сверху, это крабовидная туманность, центр, самая правая верхняя звездочка. Здесь в центре туманности, это пульсар в крабе. Он так быстро вращается, что увидеть, что он переменный, можно только использовать стробоскопический эффект при наблюдении. Пойдем дальше. Да, ну а дальше у нас появляются черные дыры. Здесь мы видим с вами такие синтетические изображения, в общем-то говоря, то, как выглядит пространство вокруг черной дыры, если мы на нее посмотрим. То есть саму черную дыру мы не увидим, мы видим, как она взаимодействует с изображением. Сами черные дыры у нас с вами существуют из двойных систем, вот как внизу показано. Слева масса черных дыр, это больше 2,5 массы Солнца. Но их можно грубо разделить на звездные черные дыры и галактические. Считается, что есть еще третий класс таких средних черных дыр, среднемассивных, там десятых тысяч масс Солнца. Но пока их, в общем, в массовом порядке не нашли. Ну, соответственно, мы можем, что такое черная дыра, это объект, вторая космическая скорость которого равна скорости света. Приравнять, обнаружить, что радиус черной дыры связан с пропорциональной ее массе. Вот, я могу посчитать. Ну и можно найти плотность черной дыры в любом случае. Вот, у нас с вами это приведет к тому, что можно найти плотность черной дыры, она будет равна 10 в 30 степени грамм на кубический сантиметр. Так, сейчас спросить, слышно ли. Погрешности разные. Вот вы меня спрашиваете. Дело в том, с какой точностью мы измерим расстояние. Наше мы хорошо знаем. То есть, по движению Луны можем очень точную массу измерить исходник. Вот про механизм образования магнитного поля это правда. В звездах известно, что это динамомеханизм. Как конкретно это происходит, непонятно. Даже на Солнце. Это тоже ряд вопросов, которые мы будем отвечать в науке со временем. Они всегда двигались. Магнитные полюса никогда не оставались неподвижными на Земле. Они постоянно двигались. Скорость изменений только разная. И вообще, почитайте, в Википедии здесь хорошо про переполюсовку написано. Хорошо известный факт, что полюса на Земле были в разных сторонах. Вы посмотрите, например, результаты миссии Джуна вокруг Юпитера, что они открыли третий магнитный полюс на экваторе планеты. В общем, там очень сложная и интересная структура магнитного поля оказалась. Как говорил один из наших преподавателей в университете, если вы хотите похоронить диссертацию, задайте вопрос диссертанту, спросите, как вы учли магнитное поле. Это очень сложная задача. Ну, давайте про пульсары. Пульсар имеет дабы. Как, собственно, пульсар получается-то? Он получается за счет того, что у нас вот эта вот зона, откуда электрон может оторваться, это врези магнитных полюсов пульсара. Когда такое происходит, он летит вдоль силовой линии, которая искривляется. Соответственно, он меняет направление, соответственно, излучает. Вот. И мы с вами, когда этот конус направлен на нас, полюс магнитный в нашу сторону, мы видим всплеск радио от пульсара. Когда от нас, то мы ничего не видим. В результате пульсар, если вращается, зацепляет, мы с вами видим такую регулярную красивую картину. В свое время это сыграло даже злую шутку, потому что это открытие, как только было совершено, на полгода было засекречено, пока не поняли, что это очень природное явление. Вот. Человек, кстати, который открыл пульсары, да, за эту Нобелевскую премию не получил, не получил его научной руководителем. Ну, вот задача. Пульсар имеет радиус 10 километров и массу полторы массы Солнца. Определите минимально возможный период обращения пульсара. Мы с вами должны прерывнять центробежные ускорения к конец в одном падении, и, собственно, задачу расписать. А если нам неизвестен радиус, там, получается, на... А, ну, известен на 10 километров, вот мы с вами подставим. Вот. Соответственно, что мы приравниваем центробежные ускорения к ускорению сводного падения. Вот. Находим частоту вращения, квадрат. Вот. И оттуда находим период. Да. Получается, что это будет 3... 0,3 миллисекунды. Вот так. Вот. Следующая задача. Найдите гравитационный радиус Земли, тоже классический, на кругах много решаем. Да, значит, если мы сжимаем какой-либо объект, какой будет его размер, чтобы он стал черной дырой. Найдите гравитационный радиус Земли, радиус, до которого нужно сжать Землю, чтобы она стала черной дырой. Ну и с черными дырами можно массу задать. И вот, в общем, мы подставляем определение черной дыры, в общем-то говоря, массу Земли, находим радиус, соответственно, это получается 0,9 сантиметра. Вот. Да столько нужно сжать Землю, чтобы она стала черной дырой. Ну и с черными дырами можно массу задать. Две черные дыры, это, кстати, с всероссийской полнажей Олимпиады, имеют гравитационные радиусы, равные радиусы Земли и Луны, обращаются вокруг общего центра масс на расстояние 384 тысячи 400 километров друг от друга. Определите период обращения. Ну что нужно? Сначала найти массу этих черных дыр. Можно в массах Солнца, можно в килограммах. Значит, соответственно, в массах Солнца это будет 2 тысячи, ну да, и 5-540 масс Солнца. Ну а дальше распользоваться третьим законом Кеплера, чтобы найти период, собственно говоря. Вот. Нужно только помнить, что нужно брать не полный закон Кеплера, там, где масса учитывается, для того, чтобы не потерять отношение массы. Но если мы все правильно учтем и подставим, то получим, что этот период, обратите внимание, как он радикально сократится, станет всего 80 секунд. А сейчас у него уходит 27,3 дня. Еще одна задачка. Гравитационный радиус черной дыры виден с ее спутника под углом в одну угловую секунду. Определить линейную скорость кругового вращения спутника. Ну, можно много разных способов предложить. Опять же, мы выразим гравитационный радиус, определяем, что его угловой размер стоит 1 секунда. Соответственно, можно выразить отсюда большую площадь, что это 206,265 rg нашего с вами. Соответственно, можем выразить круговую скорость спутника, и подставив туда значение, мы с вами обнаружим, что можно красиво преобразовать, посмотреть во сколько раз она отличается от скорости света, и увидим, что это 470 км в секунду. Далее. Определить возможный орбитальный период обращения Алькора вокруг Мицара, если угловое расстояние между ними на небе 12 угловых минут. Параллакс – 0,04 секунды суммарной массы системы, 9 масс Солнца. То есть, первое, что мы находим, это большую площадь орбиты, исходя из знания того, чему равен параллакс, то одна астрономическая единица получается 400 в секунду. Ну, и сколько их укладывается? 12 минут. Получаем 18000. Ну, а потом подставляем это значение, значение суммы масс, в систему, уточненный, третий закон Кеплера. Соответственно, подставив, мы выразим оттуда период, в основном у вас система Земля-Солнце, и получим с вами 800 тысяч лет. Такое время получается оборот. Слишком большие расстояния получились. Ну, следующая задача. Двойная звезда состоит из голубой звезды с температурой поверхности 30000 Кельвинов, и блеском нулевой звезды ночной, и красной звезды с температурой поверхности 3000 Кельвинов, и блеском пятой звезды ночной. Как относятся радиусы этих звезд? Ну, в общем, задача тоже простая. Нам нужно разделить один... Сейчас, минутку. Записать соотношение закон Стефана Больсмана для одной звезды и для другой, и разделить их друг на друга. Все константы там сократятся, и оценится отношение радиусов и отношение температур. Соответственно, подставив туда, сделав вывод о том, что между нулевой и пятой звездной величиной 5 звездных величин, значит сто раз в яркости, значит сто раз есть отношение вот это. Отношение светимости звезд. Соответственно, если мы оттуда выразим отношение радиусов, то мы придем к правильному ответу в этой задаче. что это будет одна десятая. Ну и напоследок, чтобы поговорить немножечко задача, это про переменные звезды. Вот это отдельно интересная тема. И, к сожалению, у нас не анимированная картинка, она на самом деле анимирована. Можем увидеть, что каких же звезд больше, постоянных или переменных. Правильный ответ значит переменных, потому что мы с вами, в зависимости от того, какую точность возьмем, измерение яркости, увидим, разными звезды будут являться переменами. Ну и типов переменности много. Вот. История открытия переменных звезд очень большая, интересная. Они известны издревле, как сначала исторические вспышки сверхновых, затем, собственно говоря, впервые там в 17 веке была открыта Мира Кита, потом Алголь, потом еще долгопериодические переменные из Хи Лебедя и Эр Гидры, а уже затем Дельта Цефея, и Бета Лиры, это то, что открыл Джон Кудрайк. Вот. Значит, на какие можно разделить? На три глобальных класса. Это пульсирующие переменные звезды, это эруктивные переменные, взрывающиеся, ну и геометрические, или запменные, переменные звезды. Запменные, может быть, любые двойные звезды, то есть, когда одна закрывает другую от нас. Вот. Еще к этим звездам можно отнести, тогда, когда звезды близко друг к другу расположены и отличаются по форме от шара, и, соответственно, будет меняться проекция на оч зрения, будет меняться яркость. Вот. Эруктивные звезды, там, где происходят вспышки взрыва, это новые, новоподобные звезды, сверхновые, вспыхивающие, вот здесь вот красные карлики и Flare Stars написано. В общем-то говоря, таких объектов тоже очень-очень много. Вот. Ну и даже здесь на диаграмме мы видим, где показано положение разных типов переменных звезд. мы видим, какое их огромное количество, да, в общем-то говоря, и как они соотносятся с главной последовательностью, да, и со всеми остальными элементами системы. Вот. К долго-периодическим, точнее, к пульсирующим звездам относятся самые известные классы — это цифеиды. Их делят на два подкласса — это классические цифеиды, где металл столько, как их солнце. Ну и с пониженным содержанием — это, в общем, звезды типа Дубль-Водевы. Вот. И те, и другие звезды — это желтые гиганты, поэтому гиганты видны с больших расстояний, чем обычные звезды, и поэтому их применяли как метод измерения расстояния и способов. Вот. Период колебания таких звезд составляет одну... от одной до двухсот суток, ну и амплитуда от половины до двух звездных величин, что соответствует светимости там 10 в 3, 10 в 5 светимости Солнца. Вот. Ну и вот в свое время одна из ученых, кто занимался спектральной классификацией, догадалась, что можно нарушить зависимость, поискать зависимость для цифеидов. Каким образом? Мы знаем, что звезды Магеонных облаков расположены примерно на одном отрасли расстояния. А значит, если мы это возьмем как основную гипотезу, то мы увидим, что можно просто построить эту зависимость для большого Магеона облака. Вот. Ну и здесь мы видим, что такие зависимости разные, в зависимости от того, какие мы цифериды берем. С пониженным содержанием металла, с повышенным, в общем-то говоря, здесь тоже очень-очень хорошо видно. Затменные переменные. Затменные переменные. Здесь нам показана кривая яркости, в общем-то кривая блеска, затменные переменные звезды типа Алголь. Мы с вами видим, что здесь такие острые пики, маленькие, вторичные посередине пик. Что это такое? Ну, мощные пики, которые называются главными минимумами, возникают в силу того, что у нас в сумме две звезды всегда светят ярче, чем одна. И даже если мы слабую закрываем ярко, то часть света мы с вами все равно теряем. Вот. Эти кривые приводят к парадоксальным результатам, и по ним можно восстановить очень многие вещи для, в общем-то, любого. Случайно выбросил. Вот. Ну вот. Такая сложная задача. Достаточно. Затменная система состоит из двух одинаковых звезд, похожих на Солнце. Орбиты в системе круговые, луч зрения лежит в плоскости орбиты. Промежуток времени между соседними и минимумами составляет 30 дней. Сколько времени длится один минимум? Вместе с частными фазами. Первый. Раз промежуток между соседними и минимумами звезды одинаковый, то полный период составляет 60 дней. В общем-то говоря, мы сначала одно затмение видим, потом другое. Следовательно, большая полость орбиты одной звезды вокруг другой составит, если мы из третьего закона Кеплера напишем, 0,38 астрономической единицы. Дальше. Так как орбита круговая, посчитаем круговую скорость, сравнив со скоростью Земли по орбите, 30 км в секунду. И обнаружим оттуда, что скорость звезды будет 69 км в секунду. Следовательно, в затмении диск одной звезды должен зайти на диск другой и сойти с ним. То есть пройти 4 радиуса Солнца, так как звезды похожи на Солнце, от 690 тысяч км в радиусе Солнца. И подставив туда, поделив на скорость, мы получим с вами, что на это идет 40 тысяч секунд или 11,1 часа. Ну вот, про цифеиды. Перед нами график изменений видимой звездной величины и температуры звезды дельта цифеи в течение одного периода переменности. Сравните размеры звезды в максимуме и минимуме блеска. Какой больше и во сколько раз? Ну что, определить нужно из графика величины. мы видим, что звезда 4,7 на 3,3 раза имеет, в общем-то говоря, изменение светимости. Просто поскольку расстояние одинаковое. Следовательно, если мы возьмем закон Стефана Больсмана, поделим друг на друга, то увидим, у нас там разные радиусы, разные температуры. Увидим, во сколько раз будет отличаться радиус этих звезд. Получится, что в 1,1 раза. То есть, вообще, меняются они не очень сильно. Главная заслуга цифеиды состоит как раз в том, что мы можем их с больших расстояния наблюдать в нашу соседнюю галактику при помощи космического телескопа. Ну и запменные системы весьма разнообразны. Здесь мы видим одну из систем очень известную. Видим, как меняется очень сильная кривая. Она не симметричная. Но народ восстановил, что же там происходит. Решили обратную задачу. Мы увидели, что вокруг белого карлика у нас с вами есть мощный аккоррессионный диск. Белый карлик у нас составляет тень за счет того, что диск оптически не прозрачен на красном карлике. Все это, кстати, взаимодействует, в общем-то говоря, и продуцирует вот ту самую сложную кривую блеска. Презентацию, пожалуйста, посмотрите. Там показана анимация этого процесса. То есть, это очень красиво выглядит. Все это восстановлено из той самой кривой блески. Ну и к корруптивным звездам взрывным у нас относятся новые звезды, которые достаточно часто мы можем наблюдать с вами. Но, как правило, телескоп глазом их открывает реже. Потому что в силу того, что у нас пыль в галактике сосредоточена, которая от нас все закрывает. Здесь слева приведен список известных новых звезд, вспышек. И мы видим, что среди них есть очень яркие. Там минус вторую звездную величину, слабее. Ну и вот так. Значит, и уже здесь кривую блеску мы построить с вами не можем. В этом случае просто откладываем дни от юридической даты от сотворения мира. Там еще видно, как меняется яркость звезды. Ну, новые звезды, их механизм хорошо. Это двойная система, где есть красный карлик и оранжевые. А с него вещество перетекает на компоненты. Накапливается. И после того, как накопится некая критическая масса, у нас с вами происходит взрыв. В зависимости от того, сколько мы такого пороха накопим, у нас мощный взрыв будет разным. Разным количеством звездных величин. Ну и скорость зажигания, роста, яркости тоже оказывает влияние. В результате новые звезды можно разделить на три типа. Быстрые, медленные и очень медленные. И все они, безусловно, являются повторами. Просто цикл повторения, там не четкого переведения, цикл достаточно большой по накоплению вещества. Вот здесь мы видим одну из таких, та самая новая Персея. Вот смотрите, сейчас я вам ее покажу на табличке. Вот она 1901 года, нулевой звездной величины была. Вот туманность, которая осталась от этой вспышки, которую мы видим. И в центре ее туманность вот такая. Мы видим, как будто она расширяется, очень быстро растет. Но тут не надо себя обманывать, это эффект не расширения туманности. Это эффект, когда свет вспышки доходит до разных слоев, выброшенных звездой ранней. Называется световое эхо. В результате мы с вами можем измерить очень точно расстояние до этого времени. Взяв разницу времен, измерив, как изменились угловые расстояния, угловой размер самой туманности. Вот это красивая задача, вполне себе достойная. В финале Всероссийской Олимпиады там такие практические задачи бывали. Вот, ну и сверхновые звезды. Сверхновые звезды это для очень массивных звезд. Мы про эволюцию с вами будем завтра подробнее разговаривать. Вот, когда коллапсирует либо белый карлик с критической массой 1,44 массы Солнца, либо ядро массивной звезды. За 10 секунд сжимается до расстояния 10 километров, выделяется колоссальная энергия. Ну и сверхновые можно разделить, у них очень большой диапазон измерений яркости. 18-19 звездных величин, это очень надо. Когда они в максимуме яркости, они светят как галактика, в которой они вспыхнули. То есть, суммарно все звезды светятся столько же, сколько одна сверхновая. Идея этой глобально на два типа. Это первого типа без линии водорода и второго с линиями водорода. То есть, во втором случае это значит, что у нас взорвался сверхгигант. Вот, и часть энергии уходит на то, чтобы эту оболочку разметать, и в ней уже порождаются химические элементы. И первого типа, это без линии водорода, это коллапсирующие белые карлики. Это кривая блеска Сверхновой 1987 года. Мы с вами здесь видим, это Сверхновая наблюдалась уже в такую научную эпоху, в соседней галактике в Большом Магеонном облаке. Она подробно изучена. Ну и все стремятся попасть как можно на более раншую стадию подъема. Желательно вообще увидеть, как происходит вспышка. Вот это сейчас одно из самых главных таких вещей в науке. Ну и остатки взрыва Сверхновых. Красивые туманности. Вот мы часть из них хорошо знаем, близкие к нам. Но они тоже долго не живут по отношению к звездам. Вот остаток взрыва Сверхновой в Крабе. То есть это в Тельце. Карповидная туманность, там в середине пульсар сидит. Вот остаток взрыва Сверхновой в Парусах. Ну и та самая Сверхновая 1887 года. Вы можете, кстати, на презентации посмотреть, как вот нижняя правая картинка, она вообще говоря анимирована. Там видно, как меняется вот эта область рядом с вспыхнувшей Сверхновой. Вы увидите, как у нас доходит световое эхо до каких-то плотных взбусков газа. Можете себе представить, что они очень близко к звезде, там очень много энергии. И, соответственно, все это очень сильно начинает светиться. Какие же были Сверхновые наблюдались человеком? Вот здесь тоже табличка известная. Как правило, самые ранние записи это китайский или арабский. Там даже точных показаний. Иногда не удается найти, насколько эта звезда была в таком созвездии. Это очень трудно. Но, тем не менее, обратите внимание, там Сверхновой 1885 года минус восьмой звездной величины. Это звезда, которая видна была днем, видна вместе с Солнцем. Вот. Созвездие Волка минус седьмая. В пельце, вот краб, да, это второго типа Сверхнового. В Кассиопее, вот это самое последнее, Кассиопея А, про-гитайский. Значит, да, 1181 год, это, конечно, не последнее. Это 1572-ое Сверхновое и Тихо Браги. Обратите внимание, что до следующей прошло 32 года всего. 1604-й год, это взаменился минус-сторочный агент Кеплер. И благодаря этой Сверхновой Галилео Галилей занялся астрономией. Собственно, он писал, что это его звезда его сподвигла заниматься космосом. Вот. Ну и Сверхновая 1680-го года, она гипотетическая. От нее найден остаток взрыва в радиодиапазоне. Но почему-то записи о наблюдении, в общем-то, не найдено. Вот. И считают, что это Сверхновый просто за полевым облаком, который закрыл от нас свет видимой вспышки. А саму туманность мы сейчас хорошо видим, разлетающейся. Вот. Ну, Сверхновые сыграли огромную роль, в общем-то говоря, в изучении космоса. Вот. Об этом мы тоже завтра с вами поговорим. Вот. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Сейчас посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Задачи, как правило, простые. В общем, нужно не бояться использовать соотношения обычные, выводить. В общем, там простые и вполне понятные вопросы задаются. Вот. Так. Ну, если вопросов нет... Да, парсек, слово сокращение, параллакс, секунда. Это значит, что это расстояние, с которого у нас с вами размер, радиус земной орбиты в одну астрономическую единицу виден под углом в одну секунду, что такое один парсек. Если мы с вами удаляем все, то угол параллакса нам с вами дает, под каким углом на том расстоянии видна наша одна астрономическая единица. То есть, смотрите, если вот у нас там была задача 118 парсек, это значит, что если мы единицу на 118 разделим, будет 8,5 десятитысячных. Значит, соответственно, 8,5 тысячных. 8,5 миллисекунд. Это нам дает возможность представить, что одна астрономическая единица на расстоянии 118 парсек будет занимать 8,5 миллисекунд на небе. По сути, мерить угловые расстояния, но уже в астрономических единицах. Сам параллакс – это, в общем, известное геометрическое явление. Только учтите вот еще что, что для астрономии все эти углы очень малы. Мы можем приближенную формулу синуса брать и считать, что все треугольники, которые у нас там есть, прямоугольные. Несмотря на то, что они вроде как однобедренные должны быть. Потому что углы очень маленькие, близкие к 90 градусам. Слишком далеко. Отсюда все эти приближенные формулы, красивые формулы с парсеком. Парсек – это универсальные единицы измерения. В ней мериться все. И размер космоса – это у нас там 4 гига парсека в наблюдаемой части Вселенной до горизонта событий. Но эпохи реализации. Все это можно применять для измерения. Ну или описания. Ну да, это если вы Родиан переводите. Родианы, кстати, тоже очень нужны. Если вам полезно их хорошо знать. Вопросы я посмотрел. Если еще есть, что-то готов ответить. Задавайте, пожалуйста. У нас с вами осталось не так много тем от этого учебника. От этого нашего задачника. Завтрашний, потом еще две. Надеюсь, там в апреле где-то на каникулах триместровых я смогу провести. Расскажу. Не за что пользуйтесь. Это очень полезные вещи, в том числе и картинки. Все это в интернете есть и позволяет хорошо найти. Использовать на уроках, на занятиях. Сейчас я буду на данных видео проехать. Да. Да. Нет. Нет.